Всем салют! Продолжаем рубрику ответов на самые интересные и самые бесящие комментарии. Итак, сегодня разберем комментарий на тему, убивает ли спирт постороннюю микрофлору и какой эта микрофлора причиняет вред. Поехали! Вроде выглядит этот комментарий на первый взгляд логично, но если мы немного вспомним общую биологию и чуть-чуть приправим ее математикой, то этот комментарий начнет выглядеть совсем по-другому. Зайдем с неожиданной стороны и начнем с неожиданного вопроса. Чем занимается любая живая система? Она пытается конвертировать все доступные ей ресурсы в природу своей общей массы. Так как ресурсы обычно ограничены, то желающих потребить довольно много и все участники игры начинают конкурировать, то есть начинается естественный отбор. Конкуренция осуществляется двумя основными путями. Увеличение эффективности собственного потребления ресурсов и второе исключение из процесса потребления всех конкурентов. Это касается в том числе и пищевых ресурсов. В случае с высшими животными все предельно наглядно. Все пытаются добыть как можно больше корма и сделать так, чтобы этот корм не слопал кто-нибудь еще. Например, утащить еду туда, где никто ее не отнимет или быть способным физически устранить всех претендентов на свою добычу. С микроорганизмами все работает по этим же самым законам. Несмотря на то, что ни утащить еду, ни отнять ее у конкурентов под угрозы применения клыков, рогов, дубин или атомной бомбы они не могут, тем не менее они могут сделать три вещи. Увеличить скорость собственного потребления питательного субстрата. Второе. Навыделять разных метаболитов, которые или напрямую токсичны, или для других микроорганизмов в большей мере, чем для того, кто их выделяет. И третье. Просто меняет условия окружающей среды, делая их более непригодными для конкурентов, чем для себя, что перекликается с пунктом номер два. Возьмем, к примеру, дрожжи. Что касается первой стратегии, во-первых, дрожжи способны утилизировать относительно широкий спектр моно- и олигосахаридов, то есть им доступно больше пищевых ресурсов, чем многим бактериям. Не в целом бактериям, как домену, а каждому отдельному виду. Во-вторых, они утилизируют самый общий употребимый сахар, глюкозу, максимально быстро, пусть и неэффективно, тем самым снижая вероятность конкуренции за него. Также они пользуются вторым и третьим способами. Дрожжи при брожении выделяют этиловый спирт, токсичный для подавляющего большинства микроорганизмов, но в умеренных дозах приятно влияющий на психику человека. А также углекислоту, которая закисляет среду, а низкий pH неприемлем для многих бактерий, но оптимален для дрожжей. А также создает анаэробные условия, в которых дрожжи более конкурентно способны по сравнению со многими бактериями за счет более мощного синтетического аппарата. Насыщает среду пузырьками углекислого газа, что опять же нравится большинству людей. И именно за эти свойства дрожжи попали в сферу нашего внимания, и мы используем их для производства веселящих напитков из сырья, богатого сахарами. Но именно потому, что в сырье много сахаров, на эти сахара также претендуют многие другие, в том числе нежелательные для нас микроорганизмы, в первую очередь бактерии. Попадая в сусло, они пытаются отстоять собственный интерес, и что же они могут противопоставить в данном случае дрожжам. Все те же стратегии. За счет более простого устройства и меньшего размера они тупо быстрее размножаются. Давайте теперь посчитаем очень и очень и очень упрощенную математическую модель. Представим, что в среде у нас неограниченное количество усвояемых питательных веществ. И изначально на тысячу клеток дрожжевых у нас всего одна бацелярная. Возьмем усредненные размеры дрожжевой клетки. Это сфера диаметром 10 микрометров. И усредненные размеры клетки бацелярной. Пусть это будет цилиндром размером 5 на 0,5 микрометра. Также возьмем усредненное время деления дрожжевой клетки. Это 2 часа. А бацелярная это 30 минут. Что же мы получим? Через 8 часов количество бацелярных клеток сравняется с количеством клеток дрожжевых. То есть 16 тысяч дрожжевых через 8 часов и 16 384 бацелярных через 7 часов. А еще через 2 часа количество бактерий превысит количество дрожжей в 16 раз. Что произойдет, скажем, через сутки? Бактерий будет больше в 68 миллиардов раз. То есть они, по сути, почти вытеснят дрожжевые. Учтем объем дрожжевой и бактериальной клетки. За 8 часов из общей биомассы бациллы будут составлять округленно 0,2%. Но за 10 часов уже 3%, а за сутки можно даже не считать. Остановившись на 10-часовой точке, мы получим, что 30 грамм питательных веществ из каждого килограмма будут использованы не для наших целей, а для наращивания массы бактерий. Да, это математическая абстракция, но она очень хорошо иллюстрирует общий процесс заражения. На самом деле все так далеко не зайдет, тупо из-за истощения пулопитательных веществ и снижения скорости каждой отдельной культуры из-за взаимного влияния культур друг на друга. И тут мы подобираемся ко второму пункту. Это синтез токсичных метаболитов, которые угнетают рост конкурентов. Тут бактериям тоже есть где развернуться спектра синтезируемой ими херни достаточно большой от безобидной молочной кислоты и средне-токсичных пертов, кетонов и альдегидов до белковых токсинов. В любом случае, безотносительно к степени токсичности и невкусности бактериальных метаболитов на их синтез тратится необходимый дрожжам исходный субстрат. Если мы представим, что эффективность конвертации субстрата в продукт на одну единицу биомассы будет такой же, как у дрожжей, то, вернувшись к предыдущему расчету, мы увидим, что за 10 часов в нашем сусле на каждые 97 грамм спирта будет приходиться 3 грамма нецелевого продукта, а в реальности быстрее. Вроде бы немного, но приведем бытовой пример. Это, скажем, 6 кубиков ацетона в бутылке водки. Пить такое, если и возможно, то явно неприятно. И я еще раз повторяюсь, это математическая абстракция. Для каждого штамма в данных условиях числа будут сильно отличаться. Но эта модель нужна для понимания процесса. И теперь мы, наконец, готовы ответить на заданный нам вопрос. Первое. Посторонняя микрофлора погибнет при термообработке, кроме спорообразующих бактерий. Второе. Но за время своей жизни она съест немалую долю субстрата, объев тем самым дрожжи. Третье. Она насинтезирует нам большое количество ненужных веществ, которые сильно ухудшат качество нашего продукта, и при этом содержание спирта в продукте пропорционально уменьшится. Да, в случае с самогоном от большей части из них можно будет избавиться, но это потребует более сложной и длительной перегонки, что в свою очередь приведет к большим затратам времени и энергии на перегонку. Мы считаем, что лучше потратить время на расчистку дрожжей, отработку навыков чистой работы, чем на очистку полихимической битвы между микроорганизмами, но в любом случае, естественно, решать только вам. А также небольшой подскриптум и вывод из сегодняшней лекции, немного не относящийся к данному ролику, и гораздо в большей степени относящийся к ролику предыдущему. Исходя из общих принципов борьбы за ресурсы, крайне сомнительно выглядит утверждение ряда товарищей, что дрожжи размножаются только в присутствии кислорода. Смотрим. Они работают в анаэробных условиях, потребляют сахар и производят спирт, и это их основной энергетический метаболизм в этих самых условиях, то есть в анаэробных. И не конвертировать полученную энергию в свою биомассу, а просто тратить ее на обогрев вселенной они не могут. Это банально невыгодно по эволюционным соображениям. Их бы просто вытеснили из среды. Также, если вам понравился этот ролик, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и группу ВК, а также поделиться этим роликом с друзьями. На сегодня все, а в дальнейшем мы поговорим об основных принципах развития контоминации, о том, почему от заражения трудно избавиться, и о том, чем и когда оно может быть полезно. И помните, вкусное пиво, а в данном случае еще и самогон, это всегда следствие научного подхода. Оставайтесь с нами и счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!